Главное, запомни, что все-таки Балашиха, а не Балаших. Хорошо. Потому что, ну, иначе как трейд. Балаших. Балаших. Спасибо, Александр. Привет. Павел Красковский все-таки остался в локомотиве. Ярославский клуб повторил предложение Металурга, и это стало настоящим потрясением для родителей хоккеиста. Мама игрока назвала эту новость худшей за день. Такой комментарий лайкнула и сестра хоккеиста. Затем, конечно, все потерли, но было уже поздно. Небольшой компенсацией за неудобства станут 39 миллионов рублей, что Павел получит в течение двух ближайших сезонов. Самый прославленный клуб в КХЛ – Витязь. Именно за эту команду уже второй раз в истории КХЛ будет играть первый номер драфта Национальной хоккейной лиги. В 2009 году был Берард, а сейчас – Маиль Якупов. Взамен питерский клуб вообще не взял никого значимого. Павел Колтыгин сядет в ВХЛ, так как за подмосковный клуб он провел неудачный период. Герман Рубцов, у которого нет шансов в НХЛ, отправится в Сочи. Питерцы просто скинули хоккеиста, хотя было бы честней, расторгнуть контракт с форвардом, а не вешать на подмосковный клуб тяжелый актив. У Игоря Варицкого все хоккеисты получают примерно одинаково, а тут на два сезона приходит человек, чьи зарплата 70 миллионов. Почему не расторгли контракт? В Sky не привыкли избавляться от таких игроков, мало ли что может случиться – вернуть за денежную компенсацию в любой момент. Безусловно, недоволен и сам Наиль, но при этом деваться некуда. Но если забыть об обстоятельствах, то Витязь в выигрыше. Якупов, конечно, не командный игрок, но как чистый форвард он весьма неплох, а в такой команде превосходит многих по общему уровню. В прошлом сезоне на его счету 10 шайб при весьма слабом игровом времени, в позапрошлом он наколотил 23. А не такие богатые и прославленные клубы, как Витязь, перебиваются кем придется. Акбарс, например, взял в свои ряды Кирилла Воронина. Каждому свое. В Динамо Москва не обманули и взяли действительно крутого центра. Контракт подписал Оскар Линдберг. В свое время Оскар попал в Вегас на драфте расширения, немного поиграл с Шипачевым и с самого начала стал игроком основного состава, в отличие от нашего нападающего. Впрочем, оба не сумели закончить сезон в новом клубе. Вадим вернулся, а шведы обменяли в Аттаву. Первый раз об интересе к Линдбергу со стороны наших клубов было заявлено 5 лет назад, когда он целый год провел в Харфорде и его только один раз подняли в НХЛ. Но, кажется, агент просто шантажировал руководство Рейнджерс и добился своего. С сезона 15-16 Оскар ни разу не опускался в фармклуб, провел в НХЛ 252 матча, но в прошлом году решил вернуться в Европу. Были разговоры насчет Авангарда, однако нападающий подписал контракт в Швейцарии. Крутой, очень обученный форвард, чемпион мира. Динамо повезло и единственная проблема для Крикунова – подобрать ему двух крайних, которые будут понимать Оскара. Честно говоря, после такого приобретения клубу не стоит тратиться на шестого иностранца. В этом нет никакого практического смысла. Авангард подписал соглашение с Дамиром Шарибзяновым и Сергеем Толчинским. Что-то интересное намечается в Балашихе, если Боб Хартли поступит со своими принципами. И последнее. Евгений Бирюков подписал соглашение с Салаватом Юлаевым. Пока работа менеджеров клуба радует конкурентов по конференции вместо Пашнина, Арзамасцева и Сергеева, Евгений и Дмитрий Коробов. Но зато у главного тренера два сильных переводчика. До свидания. Не, ну у нас два звена-то. Есть на кого смотреть? Например? Ну, Григо, Каприсы, там, Акул, Шалу. Не, он же нравится с Канулахом, кто уходит. Ну да, там хорошие вбросы в зону. Каприсы, там, Акул, Шалу.